здравствуйте дорогие одесситы я хотел бы сказать добрый вечер к сожалению не очень добрый у нас опять избиение у нас опять противопоставление силам добра сил зла можно сказать почти сказочная формулировка к сожалению избиты несколько нас правозащитников несколько людей которые занимались спасением одессы и экологии одесской одесской архитектуры видимо ситуация продолжаться будет до тех пор пока не сменится это власть я имею да не только наша городская областная из центральная украинская к сожалению у нас сейчас такой период жизни что фактически все зависит от того кто будет при кто придет на смену нынешней власти и будет ли эта смена сможем ли мы с вами отстоять наш город нашу область и нашу страну от той саранчи которая занимается незаконной застройкой которая фактически предпринимает а социальные негосударственные абсолютно одиозные решения и проводить их жизни ничего нельзя сделать никакие решения административные или какие-то вмешательства милицейские ничего этого не делается и поэтому продолжается полный беспредел с разворовыванием всего хорошего что есть у нас городе что есть у нас в области что есть у нас стране к сожалению это все продолжается я хотел на эту тему сегодня поговорить с общественной активисткой достаточно известной у нас городе наталья николаевна петропавловская я прошу прощения значит и давайте поговорим о том что происходит в последние несколько дней то что произошло интернета ну вот эта неделя у нас ознаменовалась там целыми рядом таких событий ну во первых это избиение активиста эколога профессора доктор наук доктор наук на эколог у него статуса профессора нету просто он доктор доктор наук иван русев это известный очень известный человек и очень такой как бы знаковый человек человек который с молодостью занимается экологической проблемой который очень хорошо с ней знаком который подготовил несколько десятков если не сотен людей которые занимаются защитой окружающей среды которые много сил вложил в организацию придунайского по моему заповедника да теперь решили тузловские лиманы где он директор ну честно говоря русев он разработчик вот для того чтобы организовать заповедник надо написать научную работу обосновать почему в этом месте должен быть заповедник так вот русев как раз его работы посвящены и куяльницкому заповеднику и днестровскому заповеднику днестровские плавни и татарбонарскому вот заповеднику тузловские лиманы и в общем то три года иван русев был исполняющим обязанности директора тузловских лиманов это неимоверно это человек во первых огромной энергии и это неимоверная работа я считаю что он просто герой это героически просто подвиг ему неоднократно приходилось смотреть смотреть в глаза смерти потому что ему угрожали огнестрельным оружием его избивали несколько раз это было и к сожалению сегодня мы можем с вами констатировать тот факт что ваня находится в больнице с переломанными ребрами был нанесен серьезный удар сзади когда он пытался сфотографировать снять на пленку происходящее событие там а там ведь на самом деле уничтожается экологически сбалансированная среда которая сохранилась только потому что там нет хороших дорог да кстати там уникальный совершенно заповедник да добраться но там уникальное там и пеликаны и лебеди вообще потрясающей красоты природа несмотря на то что ее уничтожают но она еще как-то сохранилась потому что тяжело добраться там есть местные феодалы просто жлобьё с оружием в руках которые никого не боятся и ни за что не собираются отвечать они просто эскаватором не рассказывали грузит рыбу причем из запретного места там где рыба идет обратно в море да он туда перегораживает металлическими решетками но это понимаете это уже первобытный общинный строй у нас дикари возглавляют целые районные это освоение природы да вот это когда человек осваивал природу вот вот это примерно такой уровень то есть переход не было первобытно но тогда не было экскаваторов то есть это не такой был дикий так сказать промысел вот а сегодня конечно в тузловских лиманах скажем так что предыдущее руководство тузловских лиманов как раз прекрасно вот со всеми этими браконьерами их возглавляла скажем так и там был мир торговал торговала вот этой рыбой торговала животными дикими на отстрел и так далее значит после того как пришел русев и команда русева конечно они разворотили вот это осиное гнездо и местные вот эти они даже не феодалы скажем вот просто жлобье какое-то такое наш ненасытное они не могут смириться с тем что вот надо жить по законам и вот вот этот инцидент который произошел это там весело дивизия называется и вот местные совершенно отвратного вида такой человек который возглавляет местная ячейку охотников вот этого села дивизия так вот что он придумал он придумал что он имеет право это браконьерская формула такая нет он имеет право продавать карточки на отстрел и вот приезжают какие-то люди значит он им дает карточки на отстрел животных заповеднике и они едут заповедники вот с такими охотниками команда русева столкнулась они конечно охотники показали что да вот они заплатили 250 гривен чтобы целый день стрелять понимаешь там и вот им там такой вот человек дал разрешение и после того как был вызван вот этот председатель губа его фамилия люди которые с ним приехали просто вырубили каким-то прикладом или каким-то тяжелым предметом удар был нанесен сзади сзади да со спины и ваня потерял сознание они забрали у него планшет забрали вот все что было отснято и таким образом вот произошла эта история как он себя сейчас чувствует вы недавно звонили внутри ребра сломано ну как себя чем это во первых очень болезненно скажите пожалуйста что наша местная милиция областная городская что наш город замечательный губернатор это люди которые все это должны пресекать в корню на корню это на самом деле люди получившие совсем недавно от правительства страны особые полномочия происходит регионализации управления страной то есть людям безответственными людям как бы стоящими на стороне вот этих самых коррупционеров на стороне вот этих самых нарушителей законов этим людям дали еще большую полномочия передали какие-то дополнительные ресурсы я правильно понимаю но я вам скажу что вот этого бы не произошло вот этого события если бы еще три года назад милиция повела бы себя принципиально вот я сама несколько раз туда ездила и была свидетелем но совершенно диких сцен которые там происходили то есть местные браконьеры при попусти при наличии милиции бросались на людей бросались на сотрудников национального парка жгли машины переворачивали машины били то есть и это все происходило там более 60 дел возбуждено вот которые внесены верды возбуждены дела и они нет им никто не дал хода и так далее так вот если бы милиция себя повела принципиально то я думаю что давным-давно там бы был на виду руководстве милиции наверно тоже и свои охотники свои браконьеры тут же не без это да это тоже тоже мышление это вообще же я один пласт один социальный пласт просто судьба у них несколько разная одни как бы охраняют закон законные требования конституции там законов и так далее но при этом делают исключение для близких родственников друзей и знакомых но все они рядом живут все это там же и происходит так ну и не случайно у нас как правило вот все на халстро и и в одессе и в области это бывшие сотрудники либо прокуратуры либо милиции то есть вот они себе во время так сказать своей работы готовят бизнес на счастливую пенсию и мы с этим сталкиваемся постоянно и круглый год но я хочу сказать другое что очень важно чтобы сегодня вот это событие которое произошло но я считаю что это экстраординарное событие оно должно найти свое так сказать отображение в правовом поле и это дело должно быть взято под контроль уже непосредственно генеральная прокуратура областной прокуратуры и не зря вот состоялся недавно митинг с требованием чтобы жученко и генеральный прокурор взяли под контроль это дело конце концов в этом районе области надо навести порядок потому что они собственно вот из-за того что власть самоустраняется и передает свои полномочия бандитам вот эти районы люди разуверившись в том что государство может им чем-то помочь ориентируются уже на местных бандитов то же самое было в крыму то же самое было в донбассе понимаете потому что местные бандиты были куда сильнее и реальнее чем какая-то далекая киевская власть и поэтому им это украина не нужно то же самое сейчас происходит в татарбонарском районе более того я например ощущаю что такое же и в одессе у нас происходит и некоторым отставание но все-таки город стратегически это гораздо более интересный для киева объект чем теперешний донбасс или теперь или теперешний луганск я думаю что все таки они взвесят все за и против все таки бросить это какие-то силы я думаю что это даже не очень сложно технически уголовные дела заведены но заведены они и на господина мэра тоже что толку с того если у нас мэр с очень темным уголовным прошлым и мы все это знаем с документами в российском гражданстве и он сидит мэром в стратегически важнейшем пункте и с его ведома продолжается незаконная застройка и его окружение вот эти тушня сплошная она продолжает себя чувствовать абсолютно безнаказанной что мы говорим о тузле когда у нас вся одесская область фактически коррумпирована и вся вся фактически подвержена любым влиянием кроме тех которые нужны украине которые нужны стране в том виде в котором она есть очень трудно сейчас говорить об отдельных пунктах отдельных точках у меня такое впечатление что нужно всю ставку делать все-таки на выборы этих ребят нужно от власти просто отстранить вне зависимости от их доли участия в разбазаривании в разворовывании страны его разворовывании города до тех пор пока это будет продолжаться вот так безнаказанно мы будем на напрасно создавать всякие митинги обращения письма подачи и так далее вся эта власть должна уйти на ее место должны прийти другие люди эти другие люди есть эти другие люди есть но все-таки у нас надо помимо этих других людей воспитывать избирателей чтобы эти наши избиратели могли отличать одних людей других я хочу предупредить что наличие вышиванки сегодня в общем не индульгенция от правового нигилизма понимаете сегодня очень многие в том числе и наша одесская власть вот помните недавно приезжала жена президента и наш мэр крестиком вышивал уже украинские рушники еще чуть-чуть еще чуть-чуть он оденет я самом начале говорила что мы дождемся что труханов по себе наклеить и следить и оденет штаны шаровары понимаете на воровать город он не перестанет так понимаю да поэтому вот здесь надо быть очень осторожным потому что очень многие понимая что сейчас модно скажем так вот эта символика украинская понадевали вышиванки эти живут бандиты в тузловских лиманах они тоже вышиванках понимаете многие из них финансируют быть кивщину поэтому здесь надо внимательно смотреть просто читать биографии людей понимаете смотреть чем эти люди занимались и как они пришли в общем-то и почему и что они хотят что они несут так сказать зачем они идут во власть наталья николаевна что будет с дворцом моряков все-таки его все-таки сдадут под застройку это будет гостиница которая самой самой своей семиэтажностью убивает архитектурный замысел людей которые основали наш город но я хочу сказать что с дворцом моряков процесс продолжается к сожалению не в лучшем для одесситов ракурсе потому что управление министерство культуры утвердила сейчас экспертный совет утвердил ту документацию номинационную по которой крылья боковые флигели дворца перестает быть память хотя в учредительных документах написано что акт передачи этого сооружения городу это единый архитектурный комплекс но не городу а этому ну скажем так сегодняшнему собственнику конечно конечно это единый комплекс безусловно и охранный договор был на единый комплекс и то что за сегодняшний собственник который является с 2008 по моему года собственником сегодня довел здание до аварийного состояния как он говорит так это его как бы проблемы потому что вообще если бы была принципиальная позиция государства то надо было бы расторгнуть охранный договор и вернуть эту собственность которую он брал под реставрацию вот но я вам скажу больше что если вот там будет построена начнется стройка она не только коснется дворца она коснется и циркульного здания которая примыкает непосредственно и которая тоже памятник полу циркальное левое здание которое примыкает и практически всего квартала потому что заехать туда можно только на вертолетах понимается потому что все заезды во внутренний двор этот проходят через арочка найдет на чем ну просто другие памятники которые находятся то есть у нас строительство если начнется это строительство то это угроза всему приморскому комплексу приморского бульвара то есть вот вся большая выгода какого-нибудь галантернику живущему вовсе в лондоне я так понимаю что это чей-то бизнес и мы тоже догадываемся чей там вугельман фигурирует вузе тоже крупный бизнесмена крупный бизнес вчера вылупился сегодня он уже крупный бизнесмен он же строй застройщик одессы но видите вот достаточно попасть горсовет почему все рвутся в горсовет достаточно туда попасть получить либо какой-то кусок земли под застройку либо здание взять по остаточной балансовой стоимости под обязательства реконструкции и все и ты уже становишься миллионером уже застройщиком и так далее понимаете вот и все поэтому в общем то такое лакомое место в этом горсовете туда идут люди точно не для того чтобы решать проблемы одессе это вот правда вот в чем проблема поэтому я призываю всех вас господа дамы и господа наши граждане от города герой одессы давайте сделаем так чтобы эти ребята не попали в горсовет это в наших силах для этого нужно консолидироваться даже встречаться нужно организовывать комиссии нужно люди которые этим занимаются таких людей как наталья петропавловская сейчас находящийся у меня в студии она к сожалению в очень ограниченном таком как бы представительстве у нас всего там три десятка человек заметных которые занимаются такой деятельностью а нам нужно чтобы нас было но не весь миллион хотя бы 100 тысяч и тогда бы мы остановили все это безобразие и город бы наконец вернулся к своим истокам потому что одессу строили замечательные люди люди альтруистические люди преданные идеи по застройке уникального города и далее а сегодня мы видим людей которые его разрыва разворовывают и не по мелочам а крупными комплексами я уже не говорю о страшной истории с колоннадой воронцовского дворца когда его паворовские ночью взяли и залили бетоном всюду где должны были быть совершенно такая первозданная технология то там с которой начиналась эта застройка теперь это залили бетоном и привет и и что мы теперь будем с этим делать она же рано или поздно просто рухнет под тяжестью этого бетона который сверху я так понял сверху на колонны легли да ну там вообще честно говоря с конструктивной точки зрения я уже даже не говорю о том что реставрация вообще предполагает сохранение конструктива здания чтобы не только как бы мы внешний вид де были а чтобы мы сохранили технологии того периода и конструктив того периода который господин трухана говорит что городу нужно развиваться и расти вверх вот рост вверх это уничтожение воронцовского дворца это уничтожение этого здания в воронцовском переулке дом стена это запустили совершенно всю эту идею с домом липмана с домом русова то есть все все наши вообще такое впечатление что идет война все здания в центре города курортный сезон за за драпировкой такой все всюду идет ремонт да где-то закрыли драпировкой и забыли про него агресский клуб так и стоит не покрытия сверху я правильно понимаю и они до сих пор вроде как не собираются ничего там делать уже и полуциркульные здания в ремонте уже воронцовская колоннада уже не в кондиции в которой должна была быть все это вместе взято делается и по единому замыслу разрушения и уничтожения центра города это же очевидно почему мы до сих пор не подняли общественность почему не обратились к руководству страны почему не обратили внимание руководство страны на то что происходит ценнейшая ради одесская архитектура я не понимаю почему до сих пор никто из крупных киевских чиновников не взялся за это дело ведь на противодействие этому всему безобразию можно сделать карьеру чиновничью можно сделать политическую карьеру почему эти люди занимаются только набиванием кармана больше не чем другие ну набиванием карманов понятно но здесь еще играет очень большую роль безразличие одесситов вот я вам скажу что вот было достаточно мощное движение если помните по поводу зонинга да вот тот зонинг который приняли он ну это просто хотелки застройщиков которые просто узаконили скажем так это вкратце и конечно это касается в первую очередь приморская приморской зон и зеленых зон склонов и исторического ареала вот так вот я и тогда говорила что если бы под мэрию горсовета во время сессии вышло хотя бы тысяча одесситов не сто не двести а тысяча одесситов это решение не было бы принято понимаете вот сидеть дома и любить одессу и никак в этом не участвовать это наверное очень неправильная позиция поэтому и киев так на это реагирует то есть если в тут было действительно возмущение людей и так далее мы бы совершенно и киев бы по-другому реагирует я прошу прощения у нас звонок слушаем вас слушаем вас вы хотели что-то сказать так говорите тогда если можно чуть-чуть быстрее вопрос очень сложный например Америка получает от охоты шесть процентов национального захода заход об охоте в Америке написал Таядор Рузиев который был активным охотником и не находимся а вы говорите по Украину потому что вы говорите все времени на эту тему вы простите я просто вынужден прервать у нас нет такого времени про Америку вы расскажите кому-нибудь другому если получится если он сможет взять себя в руки и дослушать все это вот такие вот понимаете и он приносит прием 83 года приносит огромный доход тем что уничтожает животных в Америке понимаете не буду обсуждать по поводу того что охотники там прекрасные так сказать люди мне вообще это трудно понять ну и женщины скажем так у мужчин может другой взгляд но здесь разговор идет о национальных парках и о заповедных территориях понимаете их крайне мало у нас их крайне мало то есть ну наверное отстреливать волков то есть речь идет о местах в которых охотников не пускают им там нечего делать совершенно речь идет о том месте где охотников выгоняют просто не пускают на территорию это заповедная зона в Америке тоже есть заповедники национальные парки попробуйте в Америку зайти в национальный парк и там в кого нибудь выстрелить я хочу посмотреть что с вами сделает ближайшее ближайшее полицейское управление видите есть такое мнение но скажем так конечно если у нас где-то развелись волки наверное охотникам дают в горсовете у нас развелись волки разрешение на отстрелы у нас вместо дислокации волков к сожалению известно эти волки все выборные вот надо с этим что-то делать ну надо я все время говорю о том что к сожалению к счастью мы живем в демократической стране худо-бедно понимаете и только выборы только выборы вот просто что надо делать чтобы к выборам подготовиться вот допустим нас сейчас смотрит человек которого это завело который хочет этим заниматься кому он должен обратиться ну он должен выбрать себе предположим близкую по его идеологии партию ну потому что вот сейчас будет принят закон будет партийные открытые я надеюсь открытые списки вот сегодня акция в киеве и порубей обещал что в октябре будут голосовать этот закон вот наверное наверное проголосуют все таки и обратиться в местное отделение той партии программа которая вас устраивает программа которая вам интересна и с которой вы готовы себя солидаризировать посмотреть на лица людей биографии не лица а на биографии людей лица тоже не мешает приходите еще пожалуйста мы будем пытаться по четвергам все таки делать передачу с вами потому что у нас продолжается это в их канале обезобразие не только застроечное но и уничтожение природы окружающей среды непонятно с чем останутся наши дети и внуки живущие в этом же городе наедине с этими застройщиками и с этими же застрельщиками с этими хулиганами и бандитами которые выдают себя за власть надо наверное что то делать со структурой власти с нашим представительством в ней а у нас в гостях была Наталья Петропавловская общественный деятель спасибо за то что были у нас в гостях всего доброго до свидания всего доброго у нас в городе Баран не победит в небом вперед все Продолжение следует...